Виктория – мама троих детей. Младшего Оливера она еще кормит грудью. И не только его. Благодаря ей такое ценное на первых месяцах жизни молоко получает еще какое-то количество малышей. Виктория – донор банка материнского молока при детской клинической университетской больнице. Ну так как с предыдущими детьми у меня было очень много молока, я решила, что если в этот раз тоже будет много, тогда я бы с удовольствием поделилась с ним для тех маленьких, кому нужнее. Потому что в предыдущие разы я делала свой банк материнского молока, но как-то не удалось использовать. Я решила, что в этот раз я не буду делать такой банк для себя, но буду делиться. Виктория обратилась в банк молока, заполнила анкету, сдала анализы, прошла инструктаж и получила комплект для сцеживания. Внедрить донорство молока в рутину с тремя детьми было непросто, но она справилась. Я обычно, когда усыпила малыша, ну и тогда вечером, например, новости смотрела и просто соединяла с осмотрением телевизора. Или, ну обычно я поздно вечером, ну и иногда очень рано с утра, если много молока за ночь, и малыш не съел, и начинает уже болеть чуть-чуть, грустен, тогда, конечно, тоже. Сцеженное молоко Виктория собирала в стерилизованные заранее бутылочки, подписывала дату и время и складывала в морозилку. Когда собиралась приличная партия, звонила в банк, и его сотрудники приезжали забирать молоко на дальнейшую обработку. Сейчас Виктория уже не сцеживается, но хорошо помнит, как ломилась от бутылочек морозильная камера. Ну и здесь я складывала молоко. Здесь была такая неприкосновенная полочка для всех. Ну и я почти полно ее заполняла. Ну и тогда как раз был этот месяц, когда надо было уже отдавать. За молоком приезжают сами сотрудники банка и везут его в детскую клиническую университетскую больницу. Они следят за тем, чтобы в пути соблюдался температурный режим. Дальше оно попадает сюда, в этот кабинет. Это банк материнского молока, где происходит обработка донорского молока и подготовка его для маленьких пациентов. Самую большую площадь занимают морозильные камеры, где стоит готовое молоко, которое может отправиться к пациентам. Как видите, сейчас у нас его много. Целая морозилка. Оно хранится в таких специальных бутылочках разных объемов, начиная со 100 миллилитров. Мы можем заготовить и маленькие бутылочки по 30 миллилитров для тех деток, которые едят всего 12 миллилитров в сутки. Отсюда мы берем готовый продукт. Каждая бутылочка маркирована информацией о составе. Количество белков, жиров и углеводов, потому что это очень важно. Это молоко уже готово отправиться к малышам. Но прежде чем попасть в этот холодильник, оно проходит длительный процесс подготовки. Мы берем анализы. Первый раз, когда молоко только к нам поступает. И второй раз после пастеризации. Перед пастеризацией в молоке матери могут быть бактерии. Но не в большом количестве. Иначе пастеризатор с ними не справится. После пастеризации молоко должно быть стерильным. В нем не может быть ни одной бактерии. Поэтому сразу после мы берем второй анализ и проверяем это. Если женщина не соблюдала все правила гигиены при сборе молока, в нем будет много бактерий. Такое периодически случается. Ценную жидкость приходится выливать. Стерилизатор не справляется. Это пастеризатор. В нем можно пастеризовать сразу 70 бутылочек. В таких вот корзиночках. Мы обычно заполняем все корзиночки и тогда его запускаем. Происходит это примерно раз в неделю. Иногда чаще. Зависит от спроса. Весь цикл занимает примерно два часа. Это стандартизированный метод, который используют практически во всех банках молока. Называем его колдер – пастеризация. Мы берем бутылочки с замороженным молоком, ставим в холодильник, где оно догревается до температуры примерно 4 градуса. Пастеризатор за полчаса нагревает его до температуры 62,5 градуса. Потом он стоит и остывает. Мы достаем вновь холодное молоко. Нагревание стремительное и короткое. Потому позволяет сохранить полезные вещества. А это анализатор молока. Он считывает число белков, жиров и углеводов и выдает наклейку с этими данными, которая клеится на бутылочку. Это еще одно очень важное устройство – ламинарный шкаф. Он начал пищать, я закрою. Он втягивает внутрь воздух. Здесь работают медсестрички, когда смешивают молоко или берут образцы. Воздух, который здесь циркулирует, предотвращает то, что бактерии могут попасть в молоко. Такие устройства есть везде, где работают с медикаментами, бактериями, в различных лабораториях, где необходимо избегать попадания бактерий со стороны. Стерилизованное молоко может храниться в холодильнике до полугода. Если в отделении появляется малыш, который нуждается в грудном молоке, а у матери его нет, врач, заручившийся согласием родителей, посылает запрос в банк и получает ценную еду. Донорское молоко – очень дорогой продукт. Один литр стоит несколько сотен евро. Во всем мире донорское молоко выделяется только по медицинским показаниям. Мы не можем давать молоко, например, тому ребенку, который по каким-то причинам находится в больнице, но в целом здоров и у мамы просто нет молока. Это очень большие расходы. Мы должны его резервировать для тех, кто в нем действительно нуждается. А нужно это многим, в частности, недоношенным детям весом до полутора килограмм. Молоко защищает от сепсиса, которому подвержены эти малыши, а также от серьезного заболевания, воспаления кишечника. Некротического энтероколита, которым часто болеют преждевременно рожденные. Кроме того, молоко матери жизненно необходимо детям, которые во время родов пострадали от кислородного голодания. Они проходят специальную терапию, во время которой можно есть только материнское молоко и больше ничего. В данном случае это вообще вопрос жизни и смерти. Так что высокая цена оправдывает себя с лихвой. За этот год с марта по март у нас наполовину снизилось количество случаев серьезного воспаления кишечника, некротического энтероколита. И все те потенциальные траты, которые ушли бы на лечение этого заболевания, это и антибиотики, и питание через вену, и хирургия в тяжелых случаях огромны. Так что затраты на банк молока окупаются сполна. Недостатков в донорах нет, но нужно проходить серьезный отбор. Примерно такой же, как в доноры крови. Сдавать анализы, заполнять анкету. Если есть вредные привычки или ряд заболеваний, сдавать молоко нельзя. За свою работу доноры не получают материального вознаграждения. Они получают больше здоровых малышей, которые выкарабкались из критических состояний, благодаря именно их усилиям. Елена Вихрова, Артем Кочарян, Латвийская радио 4, специально для РуслСМ.